Добрая традиция до 7 листопада – открытие социально-значных объектов. Одним из них сегодня стал Жлобинский историк и краезнавший музей. Установка получила новое жизнь и новую прописку – в доме былого детского сада. После проведенной масштабной реконструкции его не познать. На урожайском открытии побывала Ганна Корольчук. Жлобинский историк и краезнавший музей начал свою работу в 1987 году. С того часа в его фондах собралось больше за 20 тысяч экспонатов. Им нужно было найти годное место для размещения. Для этого в 2013 году начали реконструировать соседний дом двухповерхового детского садка. Однако на 6 лет работы были прекращены. Обновились они в прошлом году, благодаря финансованию обл. ваконками, срокам с районного суботника и спонсорской допомозки. За те годы, что музей шел к такому сегодняшнему дню, много вложено средств и людских, и материальных, чтобы это здание, такое, какое мы сегодня видим, было воплощено. Вы сами помните, когда оно начиналось. Я еще немножко вернусь к истории и скажу, что сегодня для каждого края это нужно, потому что это история, это память о наших предках, этих людей, которые живут и работают на территории не только Жлобина, но и Гомиша в целом с нашей стороны. На дальнейшее умоцование материально-технической базы музея Геннадий Соловей передал директору установы сертификат на 30 тысяч рублей. И еще 10 тысяч музею на новоселье подарили районные улады. Далее гости оглядели будинок. И он выявляет собой целый комплекс. Одных экспозиционных залов тут одразу 16. И они поделены на исторические периоды. Например, в зале археологии можно увидеть кости бизона и мамонта. В зале национального костюма ткацкий станок и слудский пояс. Далее зазернуть в краму и оглядеть вагончик 19-го стаходя в чехуночной зале. Особный блок, присвеченный военным подеям и обновлению района после Великой Отечественной войны, доведаются гости и об Жлобине сучасным городом Металургов. А кроме экспозиционных залов, на другом поверхе створили вот такую пригожую локацию. Это картинная галерея. Зараз тут размещены работы мясцовых мостаков. Для творчих Жихара Ужлобина новая пляцовка – соправдная знаходка. Яны рады перспективе показывать свои творы в родном городе. Ранее выставочных просторов в райцентре не было. А зараз у музея створены усе необходные умовы для размещения, заховывания экспонатов и проведения мероприемствов. Лет так 50 в городе не было ни одного зала выставочного. И до сегодняшнего дня не было. Художники многие уехали отсюда, потому что перспектив для выставки никаких не было. Поэтому возможности для выставок не только местных художников, нас, аборигенов, но и выставок известных художников можно приглашать кого угодно сюда сейчас на данный момент. А кроме галереи, в новом музее есть особная выставочная зала, где разгорнулась экспозиция авторских лялек Сергея Дроздова «Мужчинский погляд». В лекционной зале и в музычно-литературном салоне будут проводить встречи. Особный покой с интерактивными панелями и батлейкой створили для маленьких наведывальников, которых ждут развивающие занятки и гульни. Будинок постарались сделать комфортным и для инвалидов-колясочников, которые так само смогут наведовать музей. У всех это выник працы великой колькости людей. А кроме державного финансования, гроши на новый музей охвайровали наводзвычайные горожане. Рамотные работы выполнил будовничный трест номер 20 города Светлогорска. Наполнять залы допомогали предприемству и ромесники. Да и сами работники музея проводили тут сутки напролет, продумывающие экспозиции и створающие объекты уластными руками. Только благодаря вот этим совместным усилиям мы смогли сегодня реализовать тот проект, который у нас сегодня реализован. Особые слова благодарности я хочу сказать своим сотрудникам, сотрудникам нашего Жлобинского историко-краеведческого музея. Потому что на их плечах, на их руках это создание вот этого уникального, с моей точки зрения, объекта культуры. Две с половой тысячи квадратных метров дают великую простору для дальнейшего развития. Зараз в музее працует 14 человек, а лишь штаты обовязково будут поширать, как бы в особицу жизни все новые и новые задумки. Ганна Коральчук, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобина.